Для России Одесса один из таких, один из главных пропагандистских, они очень активно это используют, говорят русский город, значит, тут наша культура, наша история. Вы, ваши коллеги, вообще поменяли отношение к России? Ну, то есть, каким оно на самом деле было в городе, во-первых, и как оно поменялось у вас, у ваших коллег вообще в городе после 24-го года? Я вам могу сказать, что как для меня, так и для всей Украины и всего сознательного мира, 24 февраля стало таким, знаете, плацдармом для размышлений. Мы проснулись абсолютно другими людьми. Мы жили в мирном городе, если говорим о городе Одесса. Мы жили в мирной стране, потому что не мы нападали, а на нас утром, 24 февраля, напали. И можно говорить, вы знаете, мне очень грустно и стыдно смотреть на людей, которые пытаются завуалировать какие-то высказывания, и находясь, допустим, там очень много политиков, певцов, сильных мира сего, как мы их считали, разумных людей. Особенно мне обидно за одесситов, которые родились здесь, впитали в себя все то, что мы называем Одессой, уехали, а теперь рассказывают, что, ну, не обращайте так вот это резко так внимания, вы же прекрасно понимаете, это же все и набор абсолютно ненужных никому слов. И никто не поверит и не поймет, а мы одесситы точно это никогда в жизни не примем. Когда нам рассказывают, что все нормально, а мы просыпаемся от воздушной тревоги и потом от взрывов. И как для многих сейчас нам страшно вот это выражение, чтобы не было войны. Мы же тоже с вами все прекрасно понимаем, когда мы ощутили это, мы будем абсолютно другими. Мы никогда в жизни не простим то, что заставили пережить, а мы это до сих пор переживаем. Переживают это наши дети. А вы поверьте, меняется, меняется абсолютно все, что связано с пониманием мирного неба. Это не просто, что светит солнце, и слава тебе, Господи, сейчас на центральной улице нашего города играет музыка. А меняется то, что наши дети при звуке громком сигнала машины, мотоцикла или, не дай бог, воздушной тревоги, они будут вздрагивать. Потому что они это слышали и они это видели. А те, которые непосредственно пережили и убегали оттуда и видели это все, это невозможно просто перелеснуть и сказать, ну давайте начнем с чистого листа. Нет, не бывает такого. И это все вранье, это неправда, это злость, вызванная не нами. Вот не нами. И я почему бы сказал, что мне стыдно за одесситов, которые родились здесь, выросли, а потом уехали и рассказывают, что вам там что-то рассказывают. Я сегодня разговариваю на русском языке в украинском городе Одессы. Я разумею, вильно разумевляю украинскую мову. Я люблю, так кохаю нашу Украину. Але я не бандеровец. Я не жида-бандеровец. Хоть я и еврей по национальности. Но у нас абсолютно по-другому это было. Одесса всегда принимала. Принимала гостей, принимала друзей, принимала завистников. Потому что, поверьте, от нас потом выезжали и хотели сделать что-то похожее. Но мы никогда в жизни отсюда не рождали ненависть. Не рождали какие-то такие, знаете, вещи, о которых сегодня все говорят. Что у нас здесь просто такая клоака нацизма, национализма, издевательств. Да нет. Я повторяю, в Одессе живет более 130 национальностей. Со своей верой, со своей историей, со своими устоями и семейными в том числе. И у нас празднуют праздники все. И христианские, и мусульманские, и иудейские. У нас это празднуют. Никто не говорит, что мы правы, мы лучше, мы краше. Да нет. Ну вот все. У нас перечеркнуто понимание того, что можно кому-то доверять слепо. Не будет, мне кажется, сейчас уже этих моментов. Мы слепо доверять перестали. Мы перестали слепо позволять кому-то что-то говорить и пропускать это мимо ушей. Закрывать на что-то глаза. Нет. Сейчас активно идет новая волна вот этой деросификации в разных городах. Будет ли Одесса какие-то такие инициативы проявлять? Будут ли переносить улицы? Или какой-то другой найдет способ решения этого вопроса? Я точно знаю, я уверен в том, что от названия там немногое зависит. Зависит все от людей, которые принимают решения. Помните, как есть такое выражение? Как корабль назовешь, так он и поплывет. У нас, ну вот все, ну так принято, у нас в Одессе, в Украине, в мире, и называть улицы именами известных людей. И я уже вам могу сказать, что у нас был знак возле городского совета на Думской 1, возле здания мэрии. Знак городов-побратимых. Большое количество направлений, он красиво вот так вот стоял. И каждый город-побратим со своим названием города и количеством километров до этого города. Так вот, первое, что приняли решение на исполкоме уже сейчас в военное время, это демонтировать города-побратимы, которые сегодня не побратимы, а враждебны к нашему городу, к нашей стране. Я вам могу сказать, что как наш организм, так, я думаю, наш город, а наша страна, будет отторгать все то, что причиняет и причинила нам боль, переживания, страдания. И я думаю, что, ну, ни для кого не секрет, когда детей мы начинаем учить, что это плохо, это хорошо, а так нужно сделать или не надо так делать. Пока ты не попробуешь, ты не поймешь, что это плохо. Так вот, я вам могу сказать, мы сегодня, здравствуйте, мы сегодня попробовали, что такое плохо. Нам предложили попробовать, что такое плохо. И точно мы уже понимаем. И никогда в жизни нам не скажут, а это хорошо, а мы это попробовали, и мы понимаем, что это плохо. Вся страна и весь мир. И то, что сегодня мне говорят, что вот у вас там улицы, названные в честь русских писателей, ты живешь в Одессе, в Украинской, а ты говоришь на русском языке. Я говорю сегодня на русском языке, об украинском городе, об моей стране любимой, Украина. Я никуда не уехал. Я никогда не прощу, в первую очередь, себе и не договорюсь со своей совестью, если я отсюда уеду ради какой-то выгоды. Мы с первого дня приняли решение. Мы, я имею в виду, настоящие одесситы. И многие чиновники, многие служащие в органах местного самоуправления, что они остаются в нашем городе. Они сделали все возможное, чтобы те, кто боится и должны быть в безопасности, дети, мамы, старики, уехали. А мы остаемся. Это наш город. Мы здесь родились, мы выросли здесь. И я говорю, я говорю на языке, который понятен. Я знаю несколько языков. Мой родной город Одесса, а моя родная страна это Украина. Вот и все. Давайте говорить откровенно. Человек, который никогда в жизни, человек, который никогда в жизни до этого не слышал сирену в военное время. Да, в тренировочных целях он на нее не реагировал. А на сегодняшний момент, когда мы одесситы слышим сирену, мы понимаем, что обязательно нужно спуститься в бомбоубежище. И вот этот вот психологический барьер, когда ты слышишь сирену, ты понимаешь, ты начинаешь искать. Да, конечно, первые дни, я могу сказать о центре города, потому что я руковожу приморским районом, была небольшая такая, знаете, хаотичность в перемещении людей, потому что многие просто не знали, где бомбоубежище. Не из-за того, что их не было, а из-за того, что, знаете, как на выборы. Вам приносят приглашение на выборы и пишут, где ваш избирательный участок. Мы приняли такое же решение. Мы точно так же по всем дворам, по всем домам приморского района разнесли и расклеили адреса бомбоубежищ. И с номерами телефонов для того, чтобы связаться, если там есть какие-то внутренние ворота, да, во дворах жилых домов, и там внутренние ворота поставили, чтобы могли связаться и попасть в бомбоубежище. Скорее, вот неделя была такая напряженная, были какие-то конфликты где-то, кто-то, может быть, не знал, не пускал. Но потом, слава богу, этот механизм отработали. Мы договорились со всеми ОСМД, со всеми новостроями, что все паркинги не только для жителей дома, а все желающие, кто услышал воздушную тревогу, имеют возможность сразу же спуститься туда. И, ну, я считаю, что это, конечно, это в первую очередь, это безопасность, которая, ну, мы все должны прислушиваться к этому. Как вообще жизнь в городе в первые дни, насколько она пропадала или нет, закрывались ли заведения, и как изменилось? Ну, то есть сейчас людей меньше, чем в обычном, мне кажется, но они есть, все равно гуляют. Я вам расскажу, я вам скажу правду, как есть. Первые дни это был просто фильм, где, скорее всего, какие-то есть здания нежилые, и тут нужно снять какую-то сцену. И абсолютно все сразу же закрылось. Вот абсолютно. Весь центр закрылся. И, конечно, в первые дни ощущение было внутренне неприятно и непривычно для всех одесситов, потому что Дерибасовская не бывает такой, как мы сейчас все видим, никогда. Ну, вот никогда. Мне 39 лет, я родился и вырос в нашем любимом городе. Я не помню ни одного раза, ни на одном, скажем так, выходном, да, когда обычно люди выезжали из города, первые какие-то там майские дни, тепло, люди выезжают из города, чтобы быть на природе. Никогда. Она даже ночью не была такой. Потому что Дерибасовская это центр, центр нашего города, который знает во всем мире, и она всегда жила. И я уверен, что она продолжает жить, что сегодня жизнь возвращается. Сегодня, слава богу, полностью военная администрация приняла решение и убрали отсюда все то, что было, и что облетело весь мир. Это ежи, это бетонные блоки, это какие-то там системы безопасности, которые напомнили те военные годы и сравнили сегодня с нашим настоящим. И я вам могу сказать, что я надеюсь, что быстрее, быстрее наступит мир, и жизнь в наш миролюбивый город вернется. И здесь опять же будет слышен детский смех, и здесь опять же будут туристы. И я уверен, что будет намного больше туристов, намного больше людей, которые захотят приехать в наш город и получить частичку того, благодаря чему знают Одессу во всем мире.